Всем привет! С вами Дэн и у нас Фил Невер, это бренд с Алиэкспресс и новиночка 2023 года. Давайте вскрывать коробочку и смотреть, что у нас там внутри предлагается. Внутри у нас, собственно, инструкция, гарантийная карточка, тряпочка и, собственно, часы. И, как видите, эта модель, это такое, знаете ли, что-то на грани хамажа в стиле Тюдор со стрелками, их классическими, да. Ну и такой, знаете, Тюдор, Ролекс и, в общем, фантазия на тему. Да, понятно, здесь есть Snowflakes стрелки с одной стороны, с другой стороны, ну да, корпус здесь больше от Ролекса. А если мы посмотрим непредвзято на эти часы, то это такой вот, опять же, как я уже говорил, хамаж на тему. Я думаю, что моделька достаточно интересная, достаточно такая продуманная, что ли. И эти часы вполне мы можем с вами разыграть. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно быть подписанным на Катан Гитатру, поставить лайк этому видосу и написать любой комментарий. И на стриме, который проходит обычно раз в два месяца, все участники вот таких розыгрышей получат возможность выиграть эти часы. Значит, что касается цены, то они стоят плюс-минус 170 долларов на Алиэкспресс. Опять же, это без учета скидок, всяких купонов и так далее. TRM0002, референс у этой модели. 200 метров водозащита. Внутри стоит Seiko NH35A, японский механизм с автоподзаводом. 316L сталь по корпусу и по браслету, сапировое стекло с внутренним антибликом, свирчатское суперлюменово C3 на метках и стрелках. Ну и, как я вам уже говорил, такой вот микс между Tudor и Rolex. Есть разные варианты циферблата. Вот в моем случае это такой болотный зеленый цвет, и мне кажется, он самый прикольный, потому что, ну, черный, там, белый, серый. Ну, как бы это все достаточно стандартно, а вот такой темно-зеленый густой цвет, почему бы и нет? И он хорошо сочетается именно вот с такой вариацией, когда у нас белый крупный мощный мускулинный люминофор. И обратите внимание, здесь еще и обрамление, да, вот, всех меток и всех стрелок, оно с золотистым покрытием. То есть, получается здесь такое золотистое покрытие плюс зеленые и плюс белые акценты. Ну, на мой взгляд, прикольно. Прикольная цветовая гамма. 39 миллиметров по корпусу, это немного. Стекло здесь слегка выпуклое, поэтому 13 практически миллиметров по высоте. По браслету, сколько у нас получается, 20 миллиметров. И от ушка до ушка, да, не так уж и много, да. 47. Ну, то есть, в плане размеров здесь максимально стандартные размеры. Мое запястье 18,5, ну, собственно, вот, что мы получаем, да. Посадка идеальная, потому что ушки короткие, загибаются вниз. И первое вот звено браслета и первое звено, которое крепится к корпусу, они подогнаны удачно. Здесь вот это сочетание мама-папа. Все хорошо, ничего нигде не топорчится. В этом плане посадка будет идеальна, если для вас это особенно важно. Но это, как правило, больше важно для небольших запястьев. А читаемость, конечно же, на высоте, потому что у нас здесь есть только метки, часовые и, собственно, все. Да, есть еще минутная разметка, но она как-то по краю циферблата и не особо заметна. А вот здесь вот мощнейшие мускулинные метки, стрелки и в плане читаемости просто, ну, никаких проблем нет. Все такое вот щедро покрыто люминофором, белым, хорошо видно и в темноте, и при ярком солнце. Поэтому в этом плане здесь плюсик. Логотип сделали в виде вот такой вот как бы меточки, поэтому, ну, в общем, даже и циферблат ничего здесь не отвлекает. Корпус полностью сатинированный, неплохо, кстати, сглажен. Те, кто любит такие немножко мыльные сглаженные корпуса, это понравится. Есть рант достаточно широкий, который немножко визуально сужает циферблат. Он зеркальным, зеркальная здесь идет полировка. Все остальное, включая браслет, все сатинирование. Браслет неплох для своей цены, так уж тем более. Единственный мой вопрос, наверное, к застежке. Застежка здесь вот такая а-ля там под роликс, понятно, сделаем, но она в стиле парниса, на такой двойной вот как бы фиксации. И эта застежка, на мой взгляд, не самая лучшая из того, что можно сейчас взять на рынке. Она неплохая за свои деньги, но не самая лучшая. То есть, застежка здесь окей, но я бы не сказал, что это вот то, что действительно зачем стоит гоняться. Можно выразиться, наверное, таким образом. Что касается веса. Давайте посмотрим. Вес здесь на браслете полном 144 грамм. Не так, в принципе, и много. А если вы хотите спросить, сколько запаса идет под запястье, то... Ну, где-то 4 сантиметра. Да, эта застежка еще позволяет, в принципе, поднастраивать, делать такую микронастройку браслета. Но не каждая застежка, она выполнена идеально. То есть, здесь нужно этот момент, да, поймать, приноровиться. Поэтому я, в целом, бы на это внимание не обращал. Она как бы есть и хорошо. Вот какие-то там супер микронастройки здесь у вас, скорее всего, не получится. Поэтому в плане застежки здесь минус. Браслет окей, корпус прекрасный, циферблат прям вообще вау. А застежка, она, звезд с неба не хватает. Давайте, кстати говоря, еще здесь сделаем проверочку по... Так, стоп. Сапфир имеется и выбил практически все здесь показатели. Это хорошо. Ну что, самое время посмотреть макро. Так, давайте смотреть на макро. Здесь у нас стрелки с золотистым покрытием. Не самая аккуратная проработка. Но, опять же, нужно понимать, что здесь достаточно серьезное увеличение. И вживую, конечно, эти все микрокосечки видны не будет. Но, тем не менее, они здесь имеются. В целом, по отделке здесь, ну, как бы окей. Да, и в плане сетнирования, в плане браслета за свою цену нормально. Но, опять же, это не супер отделка, которую сейчас можно получить даже за эту же цену от компании на Алиэкспресс. Что по итогам? Такая интересная, необычная вариация на тему Rolex Tudor. Если нравится такая стилизация, такой корпус и такой, главное, что цвет, то вполне можно обратить внимание. Если вы фанаты браслетов, застежек, вот этого вот всего, то, наверное, здесь не самый лучший для вас вариант. Не забывайте участвовать в розыгрыше. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся. С вами был Дэн.